всем привет у нас сегодня юбилей и мы решили отметить этот прекрасный праздник поездка в лас-вегас да собственно говоря мы это делаем уже во второй раз у нас юбилей два года и мы каждый год вот уже второй раз мы приезжаем в лас-вегас в эту дату до 25 сентября соответственно давайте посмотрим что вы сегодня увидите крутейшую тамбургувера белланджо бассейн что может быть лучше ощутить 92 градуса по в цельсиях это 35 и кайфанность это гигантские грибы из настоящих роз сколько здесь здесь театр лав театр где будет происходить представление все же царей такая огромная сфера огромного количества светодиодов и проецирует разные обалденные картинки надеюсь вам понравится сегодняшнее видео так что поехали мы приехали на дамбу гувера сейчас у нас первая смотровая площадка вот здесь мы на парковке остановились а мы поднимемся вот там вот если сзади видно такая лесенка круговая винтовая в общем наверх и там с моста будет отличные виды на дамбу гувера вот пойдемте смотреть сама смотровая площадка находится как бы на мосту вот здесь уже прям за этим бетонным ограждением уже проезжая часть все едут и вот буквально с этой стороны уже забора вот здесь гора и за горой прямо открывается дамба гувера мы сейчас как-то походим во многих фильмах вы видели эту дамбу гувера там в трансформерах ее разуме и часто разрушают в там по-моему в этом разлом сан андреас тоже да 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 я тоже разрешают в общем вот такая вот слушая всего лишь 32 градуса ощущаете высоко лучшего вида уже не будет здесь мост длинный в принципе со всех точек примерно одинаковая одинаковая обзор я здесь был когда-то года 4 5 наверно назад не помню вот прям с этого места сделал фотографию улыбающийся такой спустились мы вот с того моста вот здесь вот припарковались только что спустились с этой лестнице в общем и направляемся вон туда посмотрите как наклонены электрические вышки 45 градусов так необычно а там мы проезжали была инсталляция как люди это делали на страховочных тросах висели там забивали металлические гита штучки штыри эти скалы опасная была работа собственно как и все строительства такие как плотины дамбы они требовали определенного риска если вы думаете что дамбу гувера построили вот люди вот так вот карабкаясь по камням 6.6 миллионов тонн бетона и железа и так далее весь вы ошибаетесь на самом деле их построили инопланетяне миллион лет тому назад марсиане с сатурянцами как мы говорили дамба гувера разделяет два штата невада и аризона и разница час здесь у нас время 1.25 а тут час 25 в итоге получается что время не отличается в общем получилось так что мы думали разница будет видно а оказалось что аризона не соблюдает изменения времени и не переводит часы как делают это другие штаты и другие страны поэтому на часах мы увидели одинаковое время но когда будет смена времени в неваде осенью то тогда будет разница в час на данный момент этой разницы нет мы сейчас хотели проверить один эксперимент говорят что если вылить воду над дамбой то из-за потока воздуха они капли воды будут подниматься вверх не вниз но к сожалению сейчас как и со временем произошел облом не такие сильные потоки что-то не так видимо с воздушным пространством сейчас и мы не можем к сожалению проверить этот эксперимент поэтому нам остается только сейчас верить что так и есть и потом приехать как-нибудь в другой раз и все таки проверить его лет через 10 с прошлого моего визита водички то прибавилось на этой стороне дамбы вот раньше то было гораздо ниже и там были видны вот эти красные части в которые под водой должны были быть сейчас их не видно водички прибавилось слава богу нормально в общем да я так понимаю это части как раз которую там забор воды делают или что-то что-то в этом духе в общем да но все равно это меньше чем было когда-то видите да вот по по скалам белые части те которые раньше были под водой долгое время сейчас уже давно этого нету поэтому ну и этому рады хорошо что в таких жарких местах как дамба гувера неваде пустынной местности американцы здесь сделали такой cooling station всегда можно подойти и откудиться такой большой вентилятор с охлаждающими какими-то элементами видимо пойдем как будто холодильник за вентилятором и вот обдувает просто ну прикольно взбивает жар хорошо а Здесь очень красиво, ощущение роскоши. Всем надо в Беладжио, очность огромная. Это все людям нужно зарегистрироваться, чтобы их заселили, мы и сюда живем. Заселяемся в отель Беладжио, первая ночь у нас была, так что сейчас посмотрим, что у нас там внутри. Нормальный отдых, особенно в Беладжио и особенно в Лас-Вегас, начинается с бассейна. Идемте, скупнемся с дорожки. Так что заходим, первый вход в воду снимаем, первый вход. Беладжио, бассейн, что может быть лучше? Вода, форма и молоко, это просто супер. Мы об этом весь день мечтали. Когда в Пожаре ходили по Тангенгуберам, очень хотелось окунуться в воду. Он успел вотctor, частности «розал» . Мы таким же Беладжио . Субтитры делал DimaTorzok В этом месте, в отеле Беладжо, происходят какие-то инсталляции всегда с участием живых натуральных цветов. В этот раз мы видим Хэллоуин тема и феи. Не знаю, как они связаны, но выглядит очень-очень круто. Это самые настоящие живые цветы. Правда-правда. Спасибо. 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 Вы это видели? Это гигантские грибы из настоящих роз. Сколько их здесь? Сколько этот гриб стоит? Даже не могу представить. Вот наш номер в отеле. Мы его решили снять вам сейчас. Сейчас, в такое время, чтобы было видно, какое прекрасное открывается вид с окна на ночной Лас-Вегас. Все в огоньках. Здорово! Субтитры делал DimaTorzok Сейчас мы пришли, в общем, в отель, называется Мираж. Здесь театр, Лав театр, где будет происходить представление цирки Дюссалей. Мы второй раз на цирке Дюссалей. Это другая программа совершенно того, что мы видели. В общем, мы готовы получать самые лучшие представления цирки Дюссалей. У нас места в самых лучших вообще рядах, первых практически под сцена. Представление Дюссалей. Наверное, что-то будут петь вместе с акробатикой. Не знаю. Посмотрим. Но мы в предвкушении. Мы не могли ни прийти, ни посмотреть на новое развлечение Лас-Вегаса. Его открыли только в этом году. Такая огромная сфера, которая состоит из огромного количества светодиодов и проецирует разные обалденные картинки. Это вот такая картинка, как сейчас. Планета Земля, большой глаз, очень красивые видео есть в Инстаграме. Мы пришли на это посмотреть и действительно здорово смотрится. Это второй день нахождения в Лас-Вегасе. Мы сейчас потихонечку встаем, а потом у нас будет буфет Лас-Вегаса. Мы отсюда должны съехать, поехать в буфет, а потом дальше покажем. Мы находимся сейчас в отеле Excalibur. У нас тут опять же есть скидочки неплохие. И мы воспользовались этой скидкой, чтобы попасть в буфет. Два по цене одного. То есть мы платим за одного, а проходим вдвоем. Соответственно, тут не самый большой выбор. Мы видели больше. Но, в принципе, для того, чтобы хорошо плотно позавтракать, более чем достаточно. Сейчас мы пройдемся и покажем, что тут есть. Сколько стоит, получается, вход за одного человека сейчас? Вообще, здесь 40 долларов стоит за одного. Я, честно говоря, даже не посмотрел. Нет, 29 долларов стоит за одного человека, а сейчас в буднее время, в будний день. В будний день, да. Ну, мы заплатили 36 долларов с налогами, со всеми два. И чая дыши. И чай дыши. Да. Здесь напитки. Ну, естественно, тут соки. Какие-то сладкие напитки. Куда же без пепси-колы? Без кока-колы. Кофе-машины. Отдельная секция с напитками. По-моему, за отдельную плату, где-то алкоголь можно было взять. Так, здесь у нас суши. Короче, без комментариев. Смотрите сами. Это курица. Китайская лапша. Комментировать все-таки надо. Спринг-роллы. Это оранж-чикен. Рис. Большие куски мяса, свежие. Это тюрки. Это порк, это тюрки. Свинина. А, бип? А, окей, извините. Да, это все-таки телятина, а это тюрки. Это, короче, тюрки. Бекончик, яички, сосиски. Всякая вытачка. Немножко фруктов. Здесь брокколи, картошка жареная. Вот такая какая-то история. Пицца. Макароны. Макароны чиз, с сыром макароны. Салат из крабовых палочек. Холодные морепродукты, креветки и мини. Салатики. Немножко всяких соусов. Здесь творог, йогурты и бейгл. Ну, здесь хлеб. Ну, собственно говоря, и все, что тут есть. Вот так вот. Ой, мы закончили трапезу в этом буфете и поняли, что хотим записать отдельное мнение. Наши впечатления об этом буфете. В общем, еда нам показалась средненькой. Разнообразие очень маленьким. Вот. Качество тоже средненьким. В общем, десерты, которые вот у нас есть на столе, мы даже по кусочку попробовали, фигня. На самом деле, в буфетах обычно качество и разнообразие намного лучше. В общем, если мы приедем, вернее, когда мы приедем в Вегас еще раз, мы сюда больше не ногоем. На самом деле, в каждом отеле есть свой буфет. Мы только начали их пробовать. Это у нас второй по счету. Вот. Поэтому все только лучшее впереди. Совершенно небольшой такой вагончик. Сейчас посмотрите. Да, довольно прохладно. В этом отеле мы пройдем сегодняшнюю ночь, мы в нем еще не были, останавливались только в Беладжо, посмотрим какой этот отеле, мы надеемся, что он тоже будет такой же классный, как и Беладжо, хотя в Беладжо сложно перепрыгнуть, посмотрим. Беладжо Мы находимся сейчас внутри пирамиды, и все, что примечательно, все номера вот здесь вот, это по периметру стенок пирамид находятся, коридоры и номера, в общем это очень впечатляюще, я на самом деле здесь был один раз, но мой номер располагался в отдельном корпусе, не в самой пирамиде. В этот раз мы хотим сделать апгрейд, чтобы нам достался номер непосредственно в самой пирамиде. Двери хочу сказать, как в общежитии. Ну, не знаю, не знаю, в принципе потолки попкорн, как мы их любим. Ну, не обновлялся давно, сразу скажу, этот номер. Ну, в принципе, так-то неплохо, вот эта стена по гублам, потому что это пирамида. Нужно, я думаю, на кнопочку нажать, чтобы это все открыть. Где тут кнопочки? Мы разобрались, как открываются шторы. Очень просто. Да, без кнопок. Все делается довольно-таки быстро, просто без доступки. Вот так вот вид у нас сегодня на другой корпус этого отеля. Это отдельный корпус этого отеля. Мы не делали апгрейд номера, потому что мы спросили, где он будет. Из тридцати семнадцатый этаж нормальный, не в подвале. Вид на главную улицу. Мы решили, зачем тогда какие-то еще апгрейды делать. Но получается вот так. Мы уже готовы идти на бассейн. И поняли, что вот пройдя по коридору этого отеля, можно нарваться на такой вот вид, что ли, как будто бы балкончик. Вот вид внутрь самой пирамиды. Вот сейчас мы как раз его будем лицезреть. Это другая стена. Это другая стена пирамиды. С демерами. Людишки где-то все ходят. Копошаться. Сейчас мы находимся вот здесь вот внизу. Перед вот этой пирамидой маленькой, которая внутри здесь. Я ее называю храм жертвоприношения. Вот. Так по-быстрому покажем, что здесь происходит. Здесь вот стела. Большая стела. Здесь также находятся различные магазины. Прямо вот здесь вот черное можно увидеть. Это музей Титаника. Мы туда уже ходили в прошлом году. Там было прикольно. Там реальные детали поднятые со дна Титаника на экспозиции. Очень-очень много всего. Посуда, одежда, предметы всякие разные. Очень классно. Непосредственно оригинально из Титаника. Ну вот, собственно, и все. Все, что касается пирамиды. Да, она полая. У нее нет ни колонн, ни поддержек. Все очень круто сделано. Классно. Мы еще заметили, когда спускались первый раз на этом лифте, что здесь, ну как бы, чем выше этаж, тем все, тем получается лифт, как бы, номера все к центру ближе расположены. И получается то, что когда спускаешься, ты немножко под углом вот так. И немножко даже бывает, вот Аня, когда спускалась, она полшага назад аж сделала. О, спасибо. О, круто. Вау, круто. Делятся своими татуировками. Просто люди встретились у людей. Ну это Америка, так всегда. Очень friendly. Где ты? А, Лос-Анджелес. Они из-за Лос-Анджелеса. Вначале они из-за Руссии. Окей. Окей. Я говорю, что это акцент. Да. 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 Вот такой вот экспириенс мы у нас. Да. Да. Нормально. А вниз ощущается очень сильно. Ну да. Он получается так. Вот мы сейчас как раз идем в коридор, чтобы вам показать вот этот вот лифтовую шахту и вообще как тут все вот это вот настроено. Сейчас чуть-чуть свет включу так. Оп. В общем, получается, как показать вам. Ну. Ну. В общем, вот этот вот наклон получается. Это же пирамида. Ну, в общем говоря, это пирамида. Да. Чем выше этаж, тем ближе к центру получается. И лифт так же и едет под наклоном вверх. Когда вниз спускаешься, тебя немножко качают назад. В общем, вот в этом и прикол. Угу. Мы идем сейчас на бассейн, покажем, что тут да как. Угу. Мы хитроумные, мы взяли мороженое, сейчас будем кайфовать, как бегмоты в бассейне. И кушать мороженое. Угу. да еще мы проверили ультрафиолета в воздухе уже так не особо много практически нету но солнце еще так довольно таки жаркая лас-вегас невада сейчас где-то плюс 30 с небольшим время уже почти 5 вечера в принципе нормалек все мы идем чилить отдыхать желаем всем по жизни того же встретимся позже